Спорт в рамках инвестфорума еще одно доказательство того, что постолимпийское наследие в действии. Все спортивные объекты открыты для юных спортсменов. Тренировочный процесс здесь проходит регулярно. Сегодня же во дворцах спорта стартовали открытые краевые соревнования. Приветствовал участников турниров по фигурному катанию, теннису и хоккею заместитель главы региона. Николай Далуда отметил, что такие спортивные мероприятия для власти важны не меньше, чем мероприятия экономические. Руководство региона в лице губернатора Кубани уделяет колоссальное внимание развитию физической культуры и спорта. Мы вышли сейчас на такой уровень, что из 286 детских спортивных школ все, ни одна школа не закрыта. Хотя некоторые регионы, непростая экономическая ситуация, закрывают и детские спортивные школы, и центры спортивной подготовки. У нас, повторяю, ни одна не закрыта. И в этих детских спортивных школах и центрах спортивной подготовки занимается 41% детей школьного возраста. Это же здорово! В целом, подчеркивает вице-губернатор, за 10 лет в крае построен 91 спортивный объект, а спортом в крае занимается 44% населения. Фигурное катание – один из популярных видов. Поддержать своих юных коллег на сочинский лед прибыли и олимпийские чемпионы Максим Маринин и Илья Вербух. Очень приятно то, что именно Сочи после олимпийских игр стал центр притяжения спортивным. И есть инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования разного уровня. Ну, после олимпиады это естественно. Но и очень приятно то, что южные регионы имеют возможность в великолепных условиях соревноваться здесь. Я бы, наверное, все-таки делал акцент на том, что этот дворец, тренировочный центр, работает круглый год, что тут проходят ежедневные тренировки. Это очень здорово. То есть это не разовая акция, и все разбежались. А здесь ведется большая планомерная работа. Сочи стал для нас практически вторым домом, и проводим в Сочи очень много времени. Уверен, что это тоже популяризирует фигурное катание. В соседнем Большом Ледовом дворце юные спортсмены скрестили клюшки. Здесь открылись традиционные соревнования по хоккею. В традиции форума этот вид спорта присоединился в 2013 году. С тех пор количество регионов участников только растет. В принципе, как и количество юных кубанцев, занимающихся в секциях по хоккею. Он развивается такими высокими темпами, что поток идет, информации люди, родители, дети владеют. То есть в муниципальных образованиях с каждым годом все больше и больше мальчишек и девчонок, кстати, тоже приходят заниматься и записываться. Развивается очень стремительно. За Кубки Краснодарского края в эти дни борются и теннисисты. Кстати, именно с этого вида спорта и начиналась спортивная традиция инвестиционного форума. Сегодня в этих теннисных турнирах участвуют и самые маститые спортсмены. Одна из них – 299-я ракетка мира Валентина Вахненко. Это хороший, считаю, турнир для будущего. Здесь мы все набираем очки, чтобы дальше идти по ступенькам, выше, выше. Завершатся соревнования вместе с Международным инвестиционным форумом. Итоги двух мероприятий подведут в ближайшее воскресенье. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова